Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Татьяна, психоаналитический психолог. По пятницам мы, как всегда, разбираем с Татьяной, тоже психоаналитиком, сновидения. Сегодня у нас уже есть несколько снов. И прошу вас заходить. Если не будете в эфире, то обязательно посмотрите позже. Возможно, вам какой-то сон тоже срезонирует. Бывают и такие случаи. Мне пишут после эфира, что, посмотрев чей-то эфир, чей-то разбор сна, все-таки бывают инсайты. Так, соединяю Татьяну, моя прекрасная коллега. Привет! Татьяна, моя Татьяна. Привет, привет, привет. Доброе утро. Доброе утро. Да, у кого утро, у кого уже не утро. Как твое настроение? Ты готова? Ты согласна? Я согласна. Сегодня разбирать это все? Я согласна. Татьяна, ну, у меня есть сон. Я тебе практически еще в прошлые пять раз отправила. И сновидица тоже соединилась только что. Я сейчас прям зачитаю этот сон. Давай. Есть какие-то мысли, и мне тоже интересно твое видение. Мне нравится, как ты интерпретируешь это очень. Я видела сон о том, что целуюсь, и будем заниматься сексом с мужчиной. И мы целовались. И постепенно, в какой-то момент, его лицо превратилось в моего отца. И я испугалась сильно. Было отвратительно, мерзко и стыдно. Будто я делала что-то запретное и плохое. Секретное. Мне было неприятно и сильно злилась. Была в ярости, когда увидела лицо отца во сне. Смесь неприятных чувств до ненависти. Или просто чувствую страх внутри и боюсь, что люди узнают обо мне какую-то тайну. Еще этой же девушке снится часто во сне пауки. И они ее тоже пугают. Она просыпается в этот момент. Извините, я буду покашливать немножко, потому что я немножко не в здоровье. Нет, все в порядке. Я просто буду перебивать иногда речь. Кашлям. Я хочу спросить у этой девушки, прежде всего, были ли какие-то инцестуальные истории в ее детстве с отцом? Было ли что-то такое, намеки или даже действия, в которых отец посягал на тело дочери, на тело сновидицы? Ну, скорее посягал, но только такими побоями. Ну, то есть это практически, можно сказать, такой инцест через физическое такое насилие, как избиение. Ну, смотри, мне кажется, здесь идет речь о чувстве вины этой девушки за то, что с ней делал отец. Ну, то есть делал отец, а стыдно ей. Делал отец, а стыдно этой девушке. Мне кажется, что, ну, там нужно разобраться с этой отцовской фигурой, насколько он там, я не знаю, близок, например, к ней в данный момент, там, они живут вместе, или они видятся, или они, ну, там, отца уже давно нет. Но то, что дети очень часто испытывают чувство стыда за то, что с ними делали нехорошего взрослые люди, это очень, к сожалению, ну, такая распространенная история. Вот, поэтому мне кажется, что ей стыдно за то, что это с ней случалось. Ей стыдно. Делал отец, а стыдно ей. Ну, они максимально не общаются. В какой-то момент она и содержала отца, и ей это надоело, и она уехала даже в другую страну, но вот эти чувства не покидают. У меня, например, появились мысли, когда я первый раз прочитала этот сон о том, о желании наладить вот эти отношения отца и дочери. И вот этот момент поцелуй и мысль о сексе самом, это же не про секс, а про то, как наладить вот это чувство, которое, ну, которого не было в жизни. Скорее близость, как наладить близость. То есть эта возможность, она вроде есть, но девушке от этого очень нехорошо. Ну, правда? То есть ей стыдно, ей противно, ей брезгливо. То есть, может быть, ну, знаешь, это про то, что социальная вот какая-то рамка, а у нас она сильна достаточно, да, там, о том, что родителей, значит, там, ну, нужно прощать. Я с этим не согласна вот в этом, в этой интерпретации, но тем не менее, да, вот этот штамп, вот это клише, оно присутствует о том, что, ну, он же все-таки тебе отец и так далее. Да, вот это клише есть, и попытки эту близость восстановить с отцом, ну, то есть они вроде допускаются, допущены бессознательным, но в то же время это приводит к вот такому большому отвращению, к большой брезгливости, ну, к защите такой. Да. Это личная жизнь, вот, но когда, и детей у нее нет, но когда я у нее спросила, по-моему, перед Новым годом о формате проведения выходных, она говорит, ну, говорит, отец приедет, ну, то есть будем там отмечать. Я говорю, как отец приедет? Она мне говорит, ну, так он же мне папа все-таки, да, то есть это вот какая-то такая история про то, что там, несмотря ни на что, что он с собой делал, ну, он ее там не просто насиловал, он ее еще бил, ну, я вот про, ну, про кейс этот, да, говорю. Несмотря ни на что, почему-то социум настаивает там, да, то есть вот, ну, навязывает, так сказать, прошивает эту концепцию, что все равно вы должны быть вместе, вы должны дружить, изображать, что вы семья и так далее. Ну, никто же не, ну, не говорит о том, что если у него статус отца, то это поведение не про статус отца, да, то есть отцы так не поступают со своими детьми. Поэтому, мне кажется, тут вот, ну, такая амбивалентная ситуация тогда, когда рамки жмут и вроде надо, ну, то есть там надо, чувство вины может есть у нее в том числе за то, что там она его оставила, перестала о нем заботиться. То есть вот, ну, такая, такой посыл, лучше бы про такого отца не говорили, лучше бы таких отцов и не было, ну, к сожалению. Ну, я говорю о том, что есть. К сожалению, таких историй очень много. Да их море просто. Ну, мы с Татьяной с этим имеем дело каждый день, это, ну, пачками просто. Ну, не там, не в этой истории суть, а суть в том, что социальная рамка накладывается на то, что ты должна, отцу ты должна вообще на том основании, что он отец. Вот, и отдельно ты должна его прощать, потому что вот эта тема, что мы все должны прощать, и там, значит, я тебя прощаю, и, ну, вот эта вся история не очень, на мой взгляд, справедливая, адекватная и заслуживающая на то, чтобы, ну, быть применимой везде, да, во всех историях. Вот, вот, мне кажется, это такой неврозик, да, ну, на вот эту растяжку между тем, что надо вроде сближаться с отцом, но и чувство вины перед ним, и очень стыдно. Очень стыдно делать то, с чем ты не согласна, очень стыдно преодолевать то, где была боль, вот это место. Очень стыдно изображать, что ничего не было, я твоя дочь, ты мой отец, ну, и вот я о тебе забочусь, потому что я тебя люблю. А то все куда девать, то все, что было раньше, оно что, испаряется, что, что с ним? Ну, вот в психическом происходит расщепление практически, и вот в этом сне она есть, так как было насилие, все-таки ее отец бил, и одна часть, как бы, потому что есть социальная матрица, типа, родителей надо прощать, и с ними надо дружить, потому что они тебя родили, и, как бы, хочется туда идти, где-то неосознанно перепрожить, как бы, исправить отца. Это же неосознанно происходит, чтобы отец стал другим, отец тот, который меня возьмет за руку, расскажет, как мне себя надо вести. И во сне, как будто бы, вот, как раз хочется проиграть именно это. Но, с другой стороны, она тут же просыпается и вспоминает, у нее ненависть к отцу, потому что она все-таки помнит, что он ее бил, а много там ситуаций таких было, где она страшно переживала. Я думаю, там не просто бил, я думаю, что бил, а потом, ну, после этого битья, там же есть еще шлейф, это, да, то есть там она, ну, ну, там, например, плачет, а он игнорирует эти слезы, там, или говорит, ну, типа, че ревешь, там, да, вот как-то так. Ну, то есть там еще есть, есть еще вот эти побочные такие унижения, ну, вот, обесценивание такое, и это добавляет вообще травматичности всей этой ситуации. Ну, вот, сон, наверное, скорее делает подсказку о том, что надо с внутренним миром теперь поработать, не фактически простить отца, как вот эта девушка, и забыть все, что было. Она его не простила, если ты про эту мою девочку, она не простила, нет, но она, она соблюдает эту рамку, потому что, ну, ну, так родственники, там, я не знаю, вот какие-то знакомые и соседи все вот в этой, ну, что ли, парадигме, да, что вот все должно быть, вот, то есть она насилие над собой совершает тогда, когда она, там, его к себе, ну, то есть, там, приглашает, там, столы накрывает и так далее. Ну, то есть, а теперь уже она сама себя насилует. И вот, кстати, эта девушка, чей сон, она тоже хочет сделать такое-то действие в сторону отца. И этот сон, может быть, как раз вот приснился, когда у него появилась такая мысль, что надо позвонить отцу, надо наладить отношения, она там с кем-то поговорила, и снится вот этот сон. Это как, может быть, и есть вот это, повторить вот это насилие. Ну, только уже, ну, с другой стороны. Мне кажется, это сновидение о том, что надо вообще разобраться, нет, познакомиться вначале с вариантами, да, то есть, что может быть, а можно не прощать, а что будет, если не прощать, а можно ли простить, но не общаться, а можно ли не простить, но общаться, а можно ли простить и общаться. Вот эти все варианты, мне кажется, нужно их разобрать вообще, ну, то есть, там, не знаю, посмотреть, там, я не знаю, препарировать, да, то есть разложить и дальше выбрать свое, потому что вот эта амбивалентность, она говорит о том, что она не определилась, вот она не понимает, там, да или нет, ну, то есть, он близко или ей противно, вот, ну, туда или сюда, да, то есть, я думаю, что познакомиться с этими вариантами, обсудить их, ну, вот, проработать все возможные последствия, почувствовать себя внутри каждого варианта, то есть, если я прощу, что будет, а если я прощу, но мы не будем больше видеться, что будет, как я себя буду чувствовать, потом выбрать этот вариант и себе его разрешить, потому что можно выбрать, но не разрешить, да, то есть, там, например, я выбираю не прощать и не общаться, но все равно я не смогу этого сделать, потому что я себе этого не разрешаю. Вот. Варианты разные, прочувствовать, прожить, вот, ну, в такой безопасной, в безопасных условиях с терапевтом, да, вот, ну, просто погрузиться, углубиться, прочувствовать, выбрать и сказать себе, имею право, мои чувства имеют значение, я имею право чувствовать, например, обиду к нему и не прощать его, я имею право это оставить себе и, ну, быть с этим, вот, но при этом не разрушаться внутри, это же тоже отдельный, там, да, вопрос, ну, потому что можно обижаться очень сильно и заболеть от этого. Ну, да. Тут, ну, тут очень много есть аспектов. Сначала вот нужно проработать в психическом, вот это прощение или не прощение, оно как бы само собой уже произойдет и она решит, что дальше делать. Каждый раз она как бы идет и обратно, вот, пока вот эти качели, она вроде что-то делает, но как только появляется мысль восстановить отношения с отцом, тут же начинают вот эти напряжения, это как внутренний ребенок протестует, он говорит, меня тут били, меня там, унижали, я чувствовал себя ненужной, я не хочу еще раз это испытывать. И начинаются вот эти сны, головные боли и так далее. Там еще, знаешь, интересно, мне кажется. Что интересно? Мне еще, Тань, тебя плохо слышно, ты стала прерываться. Да, я тебя хорошо слышу. Я хорошо. Друзья, поплюсуйте, пожалуйста, слышно ли нас нормально. Или что-то, Таня, повторите из того, что она сказала, может быть, вы не слышали. Отметьтесь, пожалуйста, в комментариях. Два раза видела этот сон, первый раз видела в студенческие годы. Это вот сон Айнур, то, что мы сейчас разбираем. Нина, спасибо. Спасибо, United World. Спасибо. Я хочу, знаешь, еще, ну, я бы что посмотрела? Я бы посмотрела возраст, в котором это физическое насилие имело место. Да, потому что это кошка, потому что, если это был подростковый период, то там очень сильно могла пострадать вот инициация такая вот будущей женщины. Да, то есть, ну, и это может очень негативно влиять на ее способность и возможность строить личные отношения уже во взрослом возрасте. Никогда сны вот эти, сон этот стал сниться, да, вот с раннего детства, насколько я помню. Ну, ужасно жаль, ужасно жаль. Лучше бы, лучше бы вот честно позже, чем с раннего. С раннего это совсем. Вот честно, ну, вот это можно вообще таких прощать? Я думаю, что вот если сделать про этот сон, то психика хочет восстановиться внутри, организовать и создать новые какие-то психические сильные паттерны. Вот это вот доверие сделать это с отцом, наверное, уже невозможно. Теперь только в терапии это можно проработать. Но психика подсказывает, что ему этого не хватает, вот этого доверия, расслабления, понимания, чего я хочу. Да, в каком я варианте? Тут же вылезает очень много негативных чувств, потому что это страх довериться вообще кому-либо. Когда надо логически все решать, а логически, когда решаешь, все может рушиться постоянно. Это постоянное вот это проживание из-за чувства страха, ненависти, чувства вины. Там постоянно идет чувство вины, чувство вины, чувство вины. По любому поводу. И вот этот еще голос родителей, когда они все время недовольны чем-то. Сделай еще, сделай еще вот это, еще вот это, ты должна, ты должна, ты должна, а надо было. А потом заново вот эти мысли о том, ты как всегда, ты надо было, ты не так сделала. И вот этот голос, говорят, голос матери останется с нами навсегда. И вот этот голос как бы там перекручивается. Я думаю, что сон этот подсказывает, что именно туда надо идти и с этой частью что-то сделать. Для того, чтобы начать мыслить по-другому. И освободить себя от вот этих негативных чувств. Чтобы они потом не разрушали. Да, можно не простить, например, но не разъедать себя изнутри, например. Из-за чувства вины, что ты не простила. Или из-за гнева. Ты просто говоришь, что я не согласна с тем, что было. Я это не могу принять. И я это не приму вообще, ну, в счет там, я не знаю, нормы, например. Да, там или, ну, каких-нибудь особенностей его темперамента. Я этот аргумент не принимаю. Поэтому, ну, нет, я это простить не могу. Но вот опять же, да, то есть эти все варианты нужно проработать, обсудить, прожить в, ну, вот, в этих безопасной терапии, в условиях безопасных. И выбрать. Потом его себе разрешить и закончится эта амбивалентность. Вот это вот, ну, вот эта растяжка между тем, что и вроде да, но вот мне противно, это непереносимо. Меня, меня тошнит. Ну, там не было, по-моему, про тошнит. Это я добавляю. Ну, что, идем дальше? Давай дальше. Да? Женя, здравствуйте. Если ты есть, ты что-нибудь для себя узнала, может быть, нового или чувство какое-то новое появилось? Мы пока ждем, да? Я тебе должна сказать, Тань, у меня три сна и у нас полчаса. Мне нужно очень успеть. А быстро можем? Быстро мы должны, да, будем. Так, давай самый быстрый сон. Потому что девушка прислала, девушка по имени Мария, его прислала, ну, здесь буквально одно предложение. И я думаю, что мы его с тобой разложим быстро. Мария, сновидение, у нее было такое. Я часто во снах с детства убегаю в качестве главного супергероя. От тех, кто хочет меня убить, что-то вколоть и так далее. Пожары, войны, психушки. Когда я взлетаю, то все ок. А когда бегу, то очень страшно мне во сне. То есть это серия, я так понимаю, сновидений о том, что человек убегает и есть преследователи. Есть преследователи. Ну, что? Я прокомментирую быстренько. Ну, во-первых, мне кажется, что речь о том, что Маша убегает от себя самой, потому что куда бы она ни пошла, там, эти преследователи, они все время есть. Тут мне не хватило подробностей, там, я не знаю, кто именно догоняет, вот. Но суть в том, что угроза прикосновения, внедрения, причинение вреда у человека очень сильная. Поэтому она все время, Мария, все время боится того, что кто-то ее догонит и что-то с ней совершит. Вот. Но мне видится, что бежать, ну, бессмысленно. Сновидения о том, что нужно не бежать, а нужно остановиться, посмотреть этому преследователю в глаза и начать с ним вести диалог. Мы с тобой говорили, по-моему, прошлое, да, сновидения, там вот было две штуки таких об этом же. Потому что если во сне есть преследование, это значит, что вы убегаете от чего-то, что вам кажется ужасным или страшным. И пока вы от этого бежите, оно будет продолжать вас преследовать. Оно хочет, чтобы вы разворачивались и с ними, или с ними, с этими преследователями строили диалог, чтобы вы с ними разговаривали. И спрашивали, что им нужно, и пытались с ними договариваться, или, ну, там, не знаю, драться, или еще что-то. Ну, в общем, чтобы было это взаимодействие. Это сеть, серия сновидений о бегстве от себя самой. Моя версия такая. А моя версия, можно, закончила? Да, да, да. А моя версия такая, что очень может быть, что в детстве что-то такое происходило, с чем было невозможно бороться. И есть какая-то привычка, но мысль о том, что хочется от этого убежать. И когда ты уже взрослеешь, и ты все время как-то в мозгу прокручивается, что ты оттуда хочешь убежать, а убежать не можешь, как будто бы, да, и поэтому во сне, когда бежишь, не можешь как будто бежать. Летать проще, конечно. А летать-то что? Летать – это оторваться от реальности, от Земли. Тогда, когда Мария отрывается и делает вид, там, например, что я там этого не вижу, никого нет, исследователей нет, я не на Земле нахожусь, что-то мучает ее. Да, то мне легче. Как только я приземляюсь, я на Земле, я бегу, ну, то есть мне очень страшно. То есть в этом смысле Земля выступает образом реальности. Ты когда в реальности, тебе страшно. Ты отрываешься от реальности, паришь, ну, вроде ничего. Ну, вроде, ну, становится проще, легче. Ну, вот, а убегая от прошлого, неосознанно это происходит, все время как бы все что-то делают. Надо как максимально от них отгородиться. Это неосознанно происходит, да, если говорить про сон, то убегая от прошлого, я тогда теряю свое настоящее. И вот присутствует вот этот сильнейший страх, тоже он неосознанно, что я как будто убегая от прошлого все время и постоянно теряю свое настоящее. От этого могу испытывать страх и ужас даже иногда. А для меня отрываться, это как будто бы все, освободиться от вот этих прошлых. И тогда у меня появляется возможность мыслить себя по-другому. Потому что когда ты летишь, я помню эти сны, когда, особенно, наверное, вот в детском, подростковом очень долго снились. Когда ты летишь на свободе, все это можешь сделать. Но опять же может быть запрет. А как же, а как же, когда я буду жить так, свободно? Как тогда восстанавливать вот эту земную жизнь, когда я бегу? Как будто нет способности, как жить, когда я есть? Как мне устанавливать между мной и другими людьми контакты? Не живет ли девушка через чувство вины постоянно? Или сглаживает чего-то? Может быть, где-то нет, не может сказать, например. Ей проще согласиться, чем отказаться. Это же какие-то защитные моменты. И только сон помогает, наконец-то, ощутить вот эту свободу свою. Когда она залетает, наконец-то. Ну, в любом случае, разбор сна девушки, которая во сне убегает от преследователей и иногда взлетает. А, это не нам. Это девчонки между собой обмениваются новостями о том, о чем мы здесь разговариваем. В любом случае, Маша, ваше сновидение о том, что вы избегаете от того, что вас пугает, в принципе. Вместо того, чтобы с этим начать иметь дело, взаимодействовать и контактировать. И как-то в процессе взаимодействия этот страх мог бы быть разрешен. Да, то есть, ну, вообще любое бегство – это избегание. Ну, там даже бег-бег есть один корень. Идем дальше? Да. Есть сновидица этого сна. Я видела ее, Татьяна. Я видела ее в слушателях. Я пыталась этот сон подсократить, но я прочту. Он, ну, такой длинноватый, но тем не менее. Приснился незнакомый мужчина, и общаюсь я с ним так, будто мы знакомы. Он показывает мне свой рентгеновский снимок. У него внутри аллигатор. Внутри человека, этого мужчины, аллигатор. Я вижу, как он, аллигатор, плавает внутри тела. Аллигаторов потом становится больше, и они полностью выедают мужчину изнутри. Остается лишь одна оболочка. Она становится стеклянной и хрупкой, как хрусталь. Дальше идет диалог, значит, между сновидицей и этим человеком. Она его спрашивает, тебе не больно? Он возмущенно отвечает, больно, конечно. Все органы в одну кашу, он же их ест. Девушке-сновидице становится стыдно из-за этого вопроса. Потом они находятся в незнакомой комнате, раздаются два выстрела. Пули, значит, попадают в этого мужчину. Хрупкая стеклянная оболочка разбивается, из нее выливается вся жидкость. Сновидица со слезами на глазах опускается перед ним на колени и спрашивает, можно я с тобой попрощаюсь? Он говорит, да. А она начинает рыдать и просыпается вся в слезах. Шикарно. Смотрите, значит, что я хотела сказать в контексте этого сновидения. Я читала исследования по поводу того, что символика, вот почему в том числе соники не работают, да, потому что символика сновидений очень зависит от обстоятельств жизни человека, от того, что, ну, там, я не знаю, где он живет, да, то есть если мне приснится пустыня, я живу в мегаполисе, это не то же самое, что пустыня приснится человеку, живущему в этой пустыне, понимаете? То есть есть обстоятельства жизни у каждого из нас, и наш язык бессознательного с нами разговаривает на нашем языке, на языке, который мы способны понять. Я должна сказать, что сновидица Татьяна, я знаю обстоятельства ее жизни, она изучает японский язык, помимо всего прочего. Я не поленилась, полезла в интернет, я полезла в этот словарь, потому что она описывает ведь не крокодилов, она называет их аллигаторы. Я достала перевод аллигатора с японского. И это не совсем аригато, что означает спасибо на японском, а эта фраза дословно означает спасибо, конечно, но вы ставите меня в неловкое положение, и ах, как мне теперь вовек с вами рассчитаться. То есть это такая и благодарность, и такое приседание по поводу вроде чего-то такого, ну, чего-то кокетливого такого в знак благодарности. И вообще надо сказать, да, что у аллигаторов в Японии образ убийц. Ну, то есть это помимо того, что аллигатор вообще животное, хищное, да, там есть у них много прецедентов тогда, когда аллигаторы, у них вообще тоже, кстати, амбивалентное значение, потому что у них вот эта такая робость, скромность, вот эта неприметность вот такая у этих животных, да, ну, такая же там они что там, они лежат все время, у них эти глаза опущены, да, то есть он очень пассивный, да, да, но если что, он может утащить быка под воду, абсолютно вообще, да, то есть он очень сильный, очень внезапный. Что он делает во сне? Быка ест изнутри. Поэтому вот смотри, мне показалось, что, во-первых, это символ благодарности, смешанный с чувством долга и обязанностей, во-вторых, это обивалентный образ, смирность, незаметность, пассивность и непреодолимая сила, вот. Дальше оболочка, хрупкость, ну, человеческой жизни, да, и, ну, такой образ человека вазы, что ли, здесь есть, вот. Но вообще мужчина этот незнакомый, я подчеркиваю, все-таки, мне кажется, это архетип анимуса, это та мужская часть в личности Татьяны, с которой она незнакома, ну, по сути, да, и не успевая с этой частью познакомиться, эта часть умирает, но она гибнет, мужская вот эта часть анимуса, она гибнет, ее разъедает изнутри вот это, снова вот это противоречие, амбивалентное, да, вот между такой робостью, скромностью, незаметностью и большой, ну, такой разрушительной силой, вот. Здесь есть и смерть. Я хотела бы у самой Татьяны спросить, что для нее аллигатор, какое чувство вызывает у нее аллигатор. Можно, конечно, нам самим рассказать про аллигатора, но очень важно, чтобы Татьяна сама сказала все-таки, что для нее. У меня как бы какие-то образы чего-то есть, но вот я подумала, что лучше, если Татьяна сама об этом скажет. Угу, да, давайте подождем. Угу, да, давайте подождем. Угу, более понятно, или какая-то новая мысль появится по этому поводу. А так, как бы, да, сон вообще, можно кино смотреть. Ну, мне показалось, что здесь речь о чувстве вины, которое разъедает изнутри, убивает, да, и делает человеческую жизнь вообще очень хрупкой. Ну, то есть, остается там лишь одна тонкая оболочка, и все. Вот. Ну, собственно, у меня тоже появилась мысль, вот эта часть мужская, аллигатор. Ух ты, смотри, вот она пишет. Угу. Аллигатор в тихом омуте черки водятся. Вот я же говорю, да, вот он такой, он такой робкий, да, такой вроде неприметный, но может тут... Не то, чтобы робкий, он просто неприметный, его же сложно заметить даже. Да. И, возможно, Татьяна не замечает именно вот этого аллигатора, который практически черт, который может разъедать, и это непонятно, кто именно разъедает, почему я так себя чувствую. а это происходит постоянно и тихо, главное. И, главное, размножается еще, понимаешь? Он был один, потом их стало больше. Да, конечно, потому что его не видят, с ним ничего не делают, и он как бы начинает изнутри пожирать тебя просто. И есть еще такая у меня мысль о том, что и тогда Татьяна как бы делает тоже как бы вид, да, вот своей оболочкой. Это может быть еще не знание, кто я. У меня есть оболочка какая-то, я показываю это миру, а внутри я пустая. Одно неправильное движение, и я разобьюсь, как эта ваза. это может еще вызывать сильный страх. Страшно, что... Ну, страх и горечь такая. Горечь очень, оплакивание даже, да, потому что его убили, и, ну, она рыдает, и проснулась она в слезах. Ну, то есть... Да, посмотри, да, это же слезы, там же вода пошла вот это вот. Да, в конце. Но это может быть либо вода, когда отходят воды, да, и, может быть, там она как будто бы что-то потеряла, и там были какие-то слезы, они могут быть как раз неосознаваемы, потому что этот опыт мог произойти слишком в раннем возрасте, и вот именно поэтому может быть омут вот этим тихим, потому что она не осознается даже. Ну, надо сказать, я знаю Таню, да, она правда тихий омут, она правда такая очень робкая, такая очень скромная, стеснительная, такая вся очень камышовая такая, вот. Но сон о том, что, ну, видишь, что это может... Аллигатор подавлен, она не показывается, она показывает вот эту мягкость и пушистость, а изнутри аллигатор, это может быть ненависть, да, возможно, и нельзя чувствовать вот эти чувства, ненависть, злость и так далее. Она не допускает этого, да. Я пушистая, и при этом она тогда становится вот этой хрупкой, потому что ярость и агрессия, это же сильные очень чувства, это практически продействия, когда я могу сказать нет, когда мне надо, это границы, эти чувства очень нужны, а когда я камышовая, то как бы всё плавненько, всё плавненько, а внутри тебя вот эта агрессия твоя и поедает, но не других, а тебя. И надо максимально сделать так, чтобы его никто не заметил. И тут может быть страх, а что, если заметят твою агрессию? Тогда что? Чего ты лишишься? Вот может быть страх есть, что если увидит меня другой, то я чего-то лишусь. Чего конкретно? Я буду отвержена, возможно, тогда. Я знаю, что иногда Татьяна демонстрирует там ну какой-то протест, но судя по этому сновидению, этого недостаточно. Тань, тут вообще речь о том, что ну не вытащенное, да, а смотри, здесь интересно, что на рентгене только видно, на рентгене, да, то есть если доктор там значит смотрит этот снимок, ну делает снимок и смотрит снимок, то только доктор это видит, а сам человек, ну вот сам человек, вот она сама, ну даже не представляет, сколько этого у нее внутри, это же тоже важная деталь, ну что она даже не допускает мысли о том, что внутри может быть ну столько того всего, что заслуживает быть извлеченным и выйти на поверхность, ну как-то так. Тань, есть ли вопросы у вас по этому сну, а я пока спрошу у Аиды, это последнее, ну вот мое сновидение на сегодня, то, что я принесла, если вы здесь, пожалуйста, напишите, чтобы я понимала, я могу обращаться к вам за деталями или нет. Пока Татьяна пишет. Следующий сон разбираем сон Аиды. Пока девчонки молчат. Еще хочу сказать тебе знаешь про что, что вот в этом сновидении про крокодилов тут еще динамика есть в разговорах с этим мужчиной, да, то есть она вначале ну просто нейтрально разговаривает. кстати, да, она стала просить прощения, простить. Потом ей становится стыдно, потом она уже рыдает и хочет проститься с ним, ну вот, да, проститься с ним, то есть вот этот, здесь еще передана динамика взаимодействия. Таня пишет, мне нужно обдумать, я на этот сон теперь с другой стороны посмотрела, спасибо. Тань, пожалуйста, ну смотрите, здесь мы про то, что чем больше вы будете с этим разговаривать сами, тем больше будет ну накал температуры этого диалога вас с вами самой, да, потому что ну вы вначале нейтрально про это разговариваете, но чем дальше, больше, ближе, да, тем будет возникать больше страха, больше отчаяния, чувства смерти, прощания, ужаса и так далее. Лучше прорабатывать, потому что сон на самом деле достаточно глубокий, очень интересный, очень глубокий, не один день разбирать, ну не сам сон уже, а благодаря сну идти вовнутрь и с психическим разбираться, что там, кто этот аллигатор, который грызет съедает, разъедает и есть чувство вины и стыд потом перед вот этой субличностью, что ты позволяешь съедать эту свою часть и испытываешь что ты не учитываешь, что она не учитывает масштаб вообще всей трагедии. Вот, ну она спрашивает, мол, типа, тебе больно? А он говорит, как ты можешь вообще меня про это спрашивать? Конечно, мне больно, мне ужасно. И вот она испытывает вот этот стыд, что она не учла масштаб вот этой трагедии вообще. Ну да. Так, разобрали? 10 минут осталось. Тиана, спасибо. Сны сегодня огромные. Да, классные сны. Аида, жаль, что вас нет, но может быть вы будете смотреть в записи. Значит, сон такой. 10 лет назад мне приснилась Матрона, ну все знают, да, вот эту святую женщину. Матрона, которая во сне подарила мне белый платок. Значит, через неделю в наш город привезли ее мощи и мы пошли с сыном в церковь, заранее купив цветы и написав письмо. В этом письме, кроме других просьб, была просьба о рождении ребенка у моего брата. Они ждали его 5 лет. После чего у брата родился ребенок, но с серьезными проблемами. Ну, я так понимаю, по здоровью. Прошло уже 10 лет, а я до сих пор чувствую себя виноватой за рождение этого ребенка. То есть, она попросила и это желание сбылось, но вот родился ребенок нездоровый. Я очень люблю этого малыша и все делаю для его выздоровления, но не понимаю, почему так случилось. Ну, как тебе? Экзистенциальность вообще какая? Это вот у меня первая мысль, которая пришла о том, что иногда мы мысленно очень глубоко просим за других, не спрашивая их разрешения, а надо ли другому человеку это? И, может быть, поэтому она чувствует себя виноватой теперь, потому что как будто она попросила что-то, то, что, может быть, другому человеку не очень-то и нужно было, а он теперь с этим как бы разбирается. Смотри, значит, моя версия такая, вообще, надо сказать, что белый платочек, у Юнга я еще где-то читала, что платок вообще это вот такая тонкая материя, вот буквально тонкая материя, которая максимально приближена к символу души. то есть Матрона подарила сновидице во сне белый платок, то есть она подарила душу этого ребенка этой семье, она подарила, и в этом смысле сон про то, что ну да, эта душа придет, ну я там значит тебе поспособствую или помогу, я это тебе подарю. То, что ребенок пришел особенный, мне кажется, тут уже немножко замес уже другой, да, ну про то, что мы хотим, чтобы нам дарились подарки идеальные, ну то есть соответствующие нашим о них представлениям. но дети вообще это ну настолько богоугодное дело, что пришла душа та, которая должна была прийти, ну Бог через эту святую, да, этим родителям ту душу, которая должна была быть. Мне кажется, что в этом смысле оценивать ну то есть некачественные, так сказать, ну некачество, да, этого подарка, но это немножко несправедливо по отношению к высшим силам. Потому что Матрона, она же была слепая. Вот интересно, кстати, о проблемах со здоровьем. Это ли прозрение, ли, например, может быть это плоховидящий ребенок? При этом Матрона стала, ну по крайней мере в постсоветском пространстве ее знают все. Матрона, люди туда идут, чего-то там просят, но тут у нее какое-то чувство вины. Что не идеального дали, понимаешь? Не идеального. Ну сама не идеальной, да? Да, да, да. Но она как будто бы идеальная. Мне кажется, что Матрона дала она идеальна в связи с Богом, понимаешь? Да, да. И мне кажется, такой же белый платок она подарила. Ну, она дала такую же душу божественную. Чистую душу. Да. Как была и у Матроны, собственно говоря. Она, может быть, физически не совсем была здорова, но она была духовно здорова. У кого эта девушка и просила. У физически нездорового человека она душу просила. Просто ребенка. В этот момент, скорее всего, тоже чистые же мысли были. Вот когда мама моя просила у меня. Она же думала, вот она придет, вот она сделает вот это, вот это и вот это сделает. И, кстати, ей приснился тоже сон, тоже с платком. Ее мама уже, ее мамы уже не было, они встретились и она еще в этот момент, она уже была беременна, но она еще не знала, что она беременна мной. И бабушка, ее мама дает ей платок. И когда я взяла платок и потом проснулась, она говорит, я не могла поверить, что платок это вот как раз про ребенка и про девочку. И в какой-то момент она узнала, что она беременна. Ну, когда я уже говорю, эй, ку-ку, я тут. А тут вот белый платок тоже интересно, наверное, цвет тоже же играет какую-то роль. Ну, чистая. Да. Нулевая, ну, такая, да, вот история, да, про чистоту, про, ну, невинность вообще, ну, вот, про чистый лист какой-то. То есть и получается такой интересный процесс, да, с одной стороны, она молится о Матронушке, которая была не совсем здорова, скажем так, и приходит ребенок, то есть Матронушку она принимает, молится, боготворит, а ребенка не принимает. Вот здесь интересный момент. Ну, она пишет, что, Аида пишет, что очень любит этого ребенка и все делает для его выздоровления, но не понимает, почему так случилось. ну, то есть я так понимаю, почему ребенок не идеальный, почему ребенок не, ну, не совсем обычный. Идеальный в чьем представлении? Ну, видимо, в представлении семьи, да. Это же непринятие фактически того, что произошло. Ну, непринятие вот особенностей. Это как если бы она не принимала особенность самой Матрёны. И, может быть, сон говорит о том, о принятии особенностей как Матрёны, так и этого ребенка. И тогда, может быть, произойдет вот это расслабление через принятие. Вот ребенок такой, какой есть. Вот он такой. Да, можно дальше и помогать, и любить, но, по крайней мере, не будет вот этого чувства вины через принятие вот этой особенности. И тогда она может помогать ребенку как раз через любовь, а не через чувство вины. Возможно, еще она помогает через чувство вины. Возможно. Максимально помогать, 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 чтобы как будто откупиться. Потому что помогать через любовь и помогать через чувство вины, это вообще разная какая-то помощь. Ну, она пишет, да, что я чувствую себя 10 лет уже виноватой за то, что это случилось. Ну, то есть она попросила этого ребёнка, дали ребёнка, а ребёнок оказался вот, ну, не тот. Ну, в смысле, тот, но там не такой. Вот. Ну, здесь, мне кажется, вообще тут как дистанциальная такая тема ну, Бога, да, то есть подарков с неба. И на самом деле вот этого человеческого такого нарциссического представления о том, что, ну, мы тут рулим, значит, мы тут заказали, а нам тут, понимаешь, там не та поставка пришла, да? Ну, то есть мы заплатили, да, вот мы же вот мы же принесли тут и цветы, и там, ну, так сказать, пришли, всё, а вот, ну, не та посылка, перепутали посылку, да? Но на самом деле это ну, несправедливо в том контексте, что мы точно мы много чего не решаем здесь, очень много чего, но души, пришедшие в наших детях, да, ну, мы точно на это не влияем вообще никак. Это всё равно, что мерять на себя плащ Бога, понимаешь? И говорить, вот я заказала, вот, значит, будьте любезны. А, ну там, если бы родился там, значит, здоровый малыш, да, то можно было бы сказать в этой парадигме, что вот я заказала здорового, и вот мне пристали здорового. Но это не так. Богу ведь не есть. когда парень говорит, как понять, что хочет женщина? Он говорит, ну, как понять? Никак. Вот смотрите, женщина переделывает себе, рисует брови, красит, нос переделывает, губы переделывает, всё там лепит, всё это тут отрезает, тут приклеивает. Даже сам Бог не понял, что им надо. То есть им даже это не нравится, то, что Бог дал. Как нам, мужчинам, понять, что им надо? Ну, это так. Да, так и есть. Ну что, Танюш, будем заканчивать, наверное. У тебя нету совсем времени, да? Есть, ещё немножко есть. Есть немножко? Да. Я, знаешь, хотела, какой ещё сон. Вчера видела пару раз Катю Лель. Там в какой-то... Ну, знаешь, да её? Да, да, да. Вот. Катя Лель. Она, значит, рассказывает сон про инопланетян. Что она давно спит и общается с инопланетянинами. И она об этом говорит, как будто это происходит на самом деле. Скоро они прилетят, и они знают, что здесь делать. Я с ними общалась. И тут у меня, как бы, такой момент, как не поверить настолько в свой сон, что есть инопланетяне, они прилетят, они нам сделают здесь вот это, вот это и вот это. По-моему, ты даже пост об этом как раз писала, да? Вот какие сны там, невротические, ещё какие-то. А, угу, угу. И я как раз там у меня был абзац про, абзац был про сны психотические. Я его специально убрала, потому что думаю, знаешь, и так оно такое, ну, такое немножко, может быть, тревожить людей, знаешь, а там были психотические ещё сны. Вот в том числе про инопланетян. Не влезала уже по количеству знаков. Ну, ну. Ну, чтобы люди буквально не воспринимали инопланетян, и всё, что вы видите, товарищи, во снах, это ваше воображение, это ваша психика. Оттуда можно много чего брать из сна, например, как релиф терапии, это погружение в сон, но ты остаёшься, как бы, ты не спишь, но ты погружаешься вот это бессознательное. Там есть специальная схема, релиф делают только при личной встрече живой. А когда из релифа выходишь, там тоже такое ощущение, что всё на самом деле вот только что прямо и происходило. И вот то, что я услышала от неё, и хотела как раз добавить, раз уж у нас сегодня эфир про сны, чтобы сон нужно расшифровывать, дорогие друзья. Это подсказки для нас, для людей. Через сны мы о себе что-то можем узнать. Или, например, чего-то мы лишаем, да, вот как Татьяна с крокодилом. Это не значит, что там реально где-то крокодил в каком-то. Это про чувства, про ощущения, про мысли, про реакции наши. о том, что не надо их сюда перетаскивать и верить, как будто они существуют буквально. Чем мы, в общем-то, с Татьяной и тут и занимаемся, да, расшифровываем сны. Я рада, что столько начали девчонки слать нам снов. Есть что рассматривать, есть что обсуждать, и это всего второй, по-моему, наш эфир. Или третий всего лишь. Третий эфир, да. Ну, я думаю, что все получится у нас. Дальше будем рассматривать. Спите, пожалуйста, всю неделю до следующей пятницы. В пятницу в 12 будем видеться уже на моем профиле. Мы с Таней меняемся от недели к неделе. Вот. Будем рассматривать, разбирать ваши новые сновидения. Всем спасибо большое. Спасибо, что смотрели. До встречи через неделю. Спасибо, Татьяна. С тобой всегда очень интересно разбирать сны и прям какое-то вот я чувствую резонируемо друг с другом. Надеюсь, у тебя точно такие же ощущения. Я чувствую то же самое. Спасибо, ребята, за сны. Пишите в директ либо заходите по пятницам в 12.00 каждую пятницу и мы обязательно что-нибудь какой-нибудь идею скажем про ваш сон, но главное не путайте сон и реальность. Все, всем всего хорошего. Хороших вам красивых снов. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok